друзья привет это дмитрий козин и сегодняшняя моя история как я вышел на монетизацию на яндекс дзен надо вам вести яндекс дзен канал или не надо яндекс дзен новая для меня платформа я осваиваю ее чем у многих начинающих блогеров не получается заработать на яндекс дзен его 21 апреля 2020 года я написал свою первую статью которая называется дома на карантине веселом поселке прошло немного времени я выкладывал посты выкладывал свои ролики и уже 7 мая мне было предложено монетизировать свой канал ничего себе подумал я как так вот youtube например хочет с меня тысячу подписчиков и не просто тысячу но и четыре тысячи часов просмотра за месяц ничего себе подумал я я только начал я только зашел еще ничего не сделал даже шляпу не успел снять а уже мне предлагают монетизировать мой канал ничего не сделал я только вошел нифига себе подумал я себе ничего себе интересная платформа молодая еще капризная посмотрим что будет дальше сказал я не торопись наверняка это какой-то лохотрон сейчас тебе будут обманывать карты так краплены приготовься к этому димон не верь ничему пять тужов в колоде все вранье я не хочу быть ну и чтобы это не было эмоциональным я прочитал в правилах дзена решил изучить и вот что там написано вы можете отправить заявку на подключение монетизации когда ваши публикации наберут не менее 10 тысяч минут просмотров за 7 дней подряд то есть за неделю не обязательно календарную с понедельника по пятницу может там со среды среда четверг пятница главное чтобы это было семь дней и 10 тысяч минут вот такое главное условие видимо этот порог я перешагнул и теперь копейка за копейкой будет плавно капать в мою копилку а копилка у меня большая ремонт квартиры квартира трехкомнатная только-только начал недавно отремонтировал кухню приобретели дополнительные техники вот микрофон недавно приобрел штативы всякие разные нужны еда есть надо микроблогеру питаться чтобы были силы не только для того чтобы работать но и записывать блоги общаться с вами ролики разные монтировать в общем силы нужны не только для работы но и для записи различных историй нашей жизни каких у нас вполне предостаточно но из-за лени и отсутствия дополнительных мотиваций мы их забываем не записываем ленимся и они пропадают мы их старательно забываем и от них не остается и следа в общем лед тронулся господа заседатели лед тронулся командовать парадом буду я и после этих слов остапа понесло остапа понесло он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей я сейчас очень сильно мотивирован строчу в тетрадь в клеточку которую взял у дочки ручку тоже у нее взял записываю истории актуальные из моей жизни анекдотические прикольные и не очень вспоминаю слова высоцкого я щас взорвусь как 1000 тонн тротила во мне огромный ядерный запас ведь что еще делать если ты дома сидишь на карантине и причем уже очень давно без работы и без дополнительного заработка как не греться у домашнего очага и предаваться прекрасным воспоминанием прошлого с удивлением смотреть на происходящее сейчас ну а если то зачем крутить и мудрить и с трепетным волнением смотреть в будущее фэлкон хэви отправит спутник для космических сил сша на геостационарную орбиту в конце 2020 вангуя самому и слушая лучших аналитиков нашей страны когда власти объявили о том что они намечают поэтапный выход из режима как это называется изоляции то на самом деле смысл это очень простой мы вас холопов кормить не будем у нас для вас денег нет до новых историй друзья которые кстати мы сами и пишем подписываемся на мой канал ставим нравится чтобы не пропустить следующие истории которые я надеюсь также будут интересны не только мне но и тебе дорогой друг а то чуть не забыл хотел сказать спасибо что смотришь меня до новых встреч а чё это вы здесь делаете кинуто уже кончилось а